Приветствую, доброго времени суток, всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже четвёртая серия Кот Гиэс, восставший юж. Гарги повелевает. Погнали. Эпизод четвёртый, и имя ему Зеро. И имя ему Зеро. Тебе знакомо это оружие Сузаку Куруруги? Из него был убит принц Кловес. Балитическая экспертиза это подтвердила. Я также взял на себя смелость навести справки. Ты ведь сын последнего японского премьер-министра? У тебя был сильнейший мотив. Это какая-то ошибка. Я в жизни этого пистолета не видел. На нём нашли отпечатки своих пальцев. Ты также подозреваешься в убийстве бойцов Императорской Гвардии? Сознайся, и тебя будут следить как жалованного британца, а не как одиннадцатого. Я этого не делал! Тем, о ком сейчас говорили в новостях, был Сузаку? Да, похоже, что Сузаку всё ещё жив. Мы не виделись с самого конца войны. Мы даже... Братик! Что такое? В новостях же сказали неправду. Конечно. Сузаку бы никогда не сделал ничего подобного. Это какая-то ошибка. Ну ты-то точно знаешь. Должно быть так. Верно. Так что... Так она ещё и инвалид, к стране. Спокойной ночи, Нанали. Поэтому надо было нам раньше заяву сделать. Вся слава досталась бы нам! Наота. Не гожусь я для этой роли. Но не лидер я. Ааа, всё будет сделано, как вы заказывали. Над заказом работает лучший специалист в этой области. Скользящая шторка тоже уже установлена. Как только уничтожу все доказательства, мне следует обо всём забыть, да? Это было по-настоящему трагическое происшествие. Мы потеряли навестника 11-го сектора, принца Кловиса, которого так любили и уважали. Правда? Однако мы должны перебороть эту печаль. Пусть она придаст нам сил. Мы лишились самой важной запчасти. А мы можем обойтись без него? Если бы ни деньги, ни любовь не добудут нам другого пилота. А если бы и добыли, другим пилотам не достичь его результатов. И я тебе не говорил, его эффективность составила 94%. Кем такого заменишь? Скажите об этом мы, тогда не отпустят Сузаку. Он ведь жалованный британец. Генерал Баркли в немилости, поэтому в армии сейчас всем заправляют чистокровные. Чистокровные? Они считают, что в британской армии должны служить только чистокровные британцы. По их мнению, виновный в убийстве принца не может быть британским военным. Но если преступник окажется одиннадцатым, все согласятся с требованием Марк Графа Джеремии и ликвидируют систему получения одиннадцатыми статуса жалованных британцев. А что будет с Сузаку? Сомневаюсь, что есть хоть какая-то вероятность признания его невиновным. Лилу, с чем сейчас займешься? Не стоит тратить в пустую день, когда все уроки отменили. Есть люди, которые жаждут взять реванш. Не смейте снова играть на деньги! Не копаю на мозги, а? Она права, хватит с меня этих игр. Чего? Нашел себя противника получше. Что? Нищука! О чем это ты? Тогда и меня с собой возьми. Лучше не надо, такие игры не для тебя. Ошеломительная победа в Британии дала возможность варвару к лучшему правительству и пони четко осознать подобающее им место в мире и с тех пор в империи и одиннадцатые объединения. Токийская телебашня, 16.00. Почему здесь? Это Куруруги Сузаку с нами связался, да? Не делай поспешных выводов. Но его могли арестовать уже после звонка Карен. Нам опасно и дальше здесь находиться. Потерянная вами вещь была найдена. Мисс Карен Штатфилд из Академии Эшворд. Пожалуйста, подойдите на рецепшн, расположенный напротив смотровой площадки. Это точно ваше? Это принадлежит вам? Да, спасибо большое. Ты прав. Все сложилось удачно благодаря принцу Кловису. Благодаря Британии мы смогли так быстро все отстроить. Ну, видимо, он сейчас заново... Ну, все понятно, он себе псевдоним придумал. Да, слушаю. Пятая кольцевая линия, садись в поезд на ближнем пути и друзей с собой захвати. Памятная передача его высочестве была сделана очень удачно. Излишне сентиментально на мой вкус, но... Ваше превосходительство, аудитория обожает слезливые передачи. Слова прожженного телевизионщика, но не могу не отметить ваши таланты. Вы отлично справились за столь короткий срок. Кто-то бы даже предположил, что вы ожидали смерти принца Кловиса. Боюсь, что готовить загодя памятные передачи по важным персонам — обычное дело. И обо мне тоже сделали. Теперь можем сделать и о вас ваше превосходительство. Хотите сказать, что ранее я был недостаточно важной персоной? Очень честно, с вашей стороны. Боюсь, что таков уж я есть. Вы желаете поработать на британскую армию? Нам нужны офицеры для работы с информацией. Должен признать, что не гожусь для этой работы. Она не по мне. Предпочитаете гражданскую телесеть? А, ладно. Хочу попросить вас еще об одной услуге. Завтра вечером Сузаку Куруруги повезут на заседание военного трибунала. Так давайте соберем на обочинах толпы патриотически настроенных британцев. Ваша способность схватывать все на лету сильно помогает в разговоре. Проследите, чтобы его лицо было хорошо видно в конвое. В среде одиннадцатых хватает тех, кто считает рядового Куруруги героем. Они могут задуматься о его освобождении. Я сам отправлюсь в Сазерленде, чтобы лично обеспечить безопасность. Если смутьяны покажутся, я моментально казню Куруруги. Внимание всем пассажирам! Если вы обнаружите в вагоне поезда подозрительные предметы, пожалуйста, сообщите об этом по переговорному устройству. Алло! Или дежурному. А подозрительных личностей нет? Повернись лицом вперед и посмотри направо. Что ты видишь? Город британцев. Город грабителей, построенный на наших костях. Теперь посмотри налево. Я вижу наш город. Изуродованная британцами оболочка старого города. Достойный ответ. Хорошо, идите в головной вагон. Да, жесткая. Следующая станция Окубо. Окубо. Переход на линию Чиособо. Разрез очень жесткий. Следующая станция Окубо. Замечу все глаза, закрасневшие. Он всех тут зомбировать успел, чтобы никто не заметил. Это что такое? Что за маскарад? Это был ты? На ну-ка. Это что там? Это он в чем? Это ведь не ловушка. Это ты был Синдзюку. И ты добился приказа о прекращении огня. Эй, скажи что-нибудь. Это что за... Как вам? Какие впечатления от экскурсии по поселению? Экскурсии? Эй, это не мог быть этот шут. Я хотел, чтобы вы по-настоящему оценили и сравнили поселение и генто. Да, есть неравенство между нами и британцами. Выпиющее неравенство. Поэтому мы и сражаемся в рядах сопротивления. Ошибаетесь. Терроризмом Британию не победить. Победить? Терроризм это детский леп... Чего? Хочешь сказать, что мы детишки? Не ошибайтесь в выборе противника. Ваши враги не британцы, а Британия. Хочу сказать, что вам нужно выиграть войну, не вмешивая мирное население. Поймите это сами. Встаньте на путь справедливости. Хватит нести бред. Тебе-то легко говорить. Попробуй сделать. Как можно верить тому, кто не показывает нам даже своего лица? Она права. Сними маску. Ага. Покажешь нам свое лицо или нет? Ну хорошо, я вам покажу. Однако я покажу вам не свое лицо, а свою силу. Если я сделаю невозможное возможным, вы мне поверите? Он любил британского принца. Он любил британского принца. Это что? Куруруги Сузако герой. Но он жалованный британец. Разве он не сын, экс-премьера Куруруги? Да. Человека, который сдал Японию врагам. Этого люди о нем не знают. Вы кто? Событие в Синзюку результат работы группы Козако, да? Да, генерал. Сейчас их возглавляет человек по имени Оги. Вы кто? От клана Куруруги что-нибудь слышно? Нет, сэр. Они прекратили все контакты с ним с тех пор, как он вступил в армию. Ваши соображения, Тодо? Мы не обязаны присутствовать на его публичной казни. Какая трусость, и вы называете себя Тодо чудотворцем? Не путайте чудеса с безрассудством. Мои поздравления! Те двое, о которых ты меня спрашивал, в списке погибших не числятся. Слава богу. Но тебе самому не настолько повезло. Мормальное разбирательство будет, но все настроены против тебя. Но ведь на разбирательствах устанавливают истину. Думаю, что в этом случае истину никто не узнает. И правду никто искать не будет. Если вы хотите мне сказать, что так устроен этот мир, тогда я не буду жалеть, что покину его. Ты посмотри, какой идеалист. В любой момент, теперь в любую секунду. Посмотрите на эти толпы на обочинах дороги. И? Все они ждут. Ждут человека, обвиняемого в убийстве принца Клобиса. Ждут, пока жалованный британец Сузаки Куруруги пройдет мимо. Ждут бывшего одиннадцатого. А, во-во-во-во. Эта камера запаздывает, Чарльз. Твоя толпа уже на позиции и готова? А, студия? Пусть подождут. Задержек нет, пока все идет по плану. А вот и он. Мне, мне уже видно. Это Куруруги, подозреваемый. Сузаку Куруруги скоро будет здесь. Ну вот, видишь. Вот свор. Да я и сам такой же подлец, как они все. Убийца, бразь! Проклятый одиннадцатый! Верни нам нашего принца! Господи, прямо Мэл Гипсон! Мы же знаем, что Сузаку не виновен. Но суд не разрешил нам давать показания. Ничего не поделаешь. Вот козлы. Скажи, в тебе говорит альтруизм или гуманизм? Как вы можете каламбурить в такой момент? А что мне еще остается? Ты сама знаешь, в каком направлении развиваются события. Связаться с нашим покровителем мы не можем, пока он занят над самими. Голоса возмущения, голос гнева, он становится все громче. Голос народа демонстрирует безмерную любовь людей к их принцу. Эти праведные голоса осуждают террориста. Сузаку! Да, ясное дело... Маркрат Джеремия, чье личное участие в расследовании помогло распутать это дело, будет проводить судебное заседание в качестве исполняющего обязанности консула. О, кое-кто поэтому она из себя копчит. Только втроем им ничего не сделать без базара. Но он сказал нам, что сможет сделать невозможное возможным. Он сказал, что справится, что он спасет Куру-Руки-Заку. Верно. Я сжигаю за собой все мосты. Они мне не нужны. Исполняющий обязанности консула Жеремия. В чем дело? Со стороны третьей улицы по пути следования приближается транспортное средство. Как нам и приказано, мы его пропустим, но... Думаете, это транспортное средство террористов? Сэр, это личная машина принца Кловиса. Принца? А этот парень шутник. Без разницы, пропустите его прямо к нам. Всем войскам, стоп! Они остановились? Точно остановились? Хе, вот совпало. Но он сказал, что Жеремия так поступит, потому что любит быть в центре внимания. Совпадение! Это незапланированная остановка. Неужели что-то случилось? Говорит пятая камера. К ним приближается машина. Это... Это личный транспорт принца Кловиса. Вы ее видите? Она направляется прямо к вам. Нонсенс. Он движется прямо к ним. Что он задумал? Неужели они купятся на эту фальшивку? Твою? Господи. Ясно. Только вы двое. Прости. Но может быть, дашь нам еще немного времени на сборы? Если я еще поагетируюсь, могу привезти больше людей? Нет. Нет, твоих как раз достаточно. Не смеши! Ты хоть понимаешь, сколько их там будет! С вашей помощью я с легкостью достигну выполнения всех нужных условий. Подготовьте это к завтрашнему дню. Нужно, чтобы снаружи она выглядела так. Выходи! Как ты посмел выкрасть машину его величества? Привет. И имя мне... Зеро. Зеро? Да мы поняли. Кто он такой? Человек, называющий себя Зеро, перегородил дорогу конвою. Да что ж такое? Что он творит? Или лучше обожжать театральность? Кто этот человек, называющий себя Зеро? Зеро? В смысле никто? Неужели он террорист? Но если это так, какая глупость с его стороны? Он одиннадцатый? Сузако. Время мне вернуть должок. Рассладился, Зеро? Твое маленькое представление окончено. Сервым делом, сними свою маску. Снимай свою маску. Не с... Что за... Лорд Джереми! Это же... Именно, Джереми. Ты не знаешь, что это за штука на самом деле, поэтому считаешь ее капсулой с ядовитым газом. Нет, это не... Уважаемые телезрители, вы это видите? Это какое-то устройство, но его предназначение пока не ясно. Не переключайтесь и дождитесь объяснений этого предполагаемого террориста. Ты... Ты ублюдок. Ты взял всех находящихся здесь британцев в заложники. И они об этом даже не подозревают. Обыкновенный блюд. Застрелишь меня? Полагаю, ты знаешь, что случится, если попытаешься. Шестая группа, добавьте громкости. И передвиньте камеру поближе. Его лицо крупным планом. Но, сэр, это опасно. Жалкий любитель. Ладно, понял. Твои условия? Обмен. Вот это на Куророги Сузаку. Брест. Этому человеку инкриминируют государственную измену. За убийство принца Кловиса я его приплотать. Нет, ты ошибаешься, Джереми. Убийца не он. Человеком, убившим принца Кловиса, был я. Что? Не может быть? Правда? Поверить не могу. С нестоящим убийцем? Что всё это значит? Мужчина в маске, называющий себя Зеро? Нет, мы даже не знаем, мужчина ли это. В любом случае он утверждает, что именно он является настоящим убийцей. Так что теперь будешь рядовым Куророги, который в данный момент находится под стражей. Он перегнул палку, нам не уйти. Теперь всё пропало. Ценой жизни одного одиннадцатого ты спасёшь множество жизней твоих драгоценных британцев. Думаю, для тебя это совсем неплохая сделка. Он превратил всё это в настоящее шоу. Говорю вам, он тих. Замаскировав грузовик постраду от его величества, он отвлекается над нами. Ты за это заплатишь. Ты уверен? Хочешь, чтобы все узнали про апельсин? Чё? Какой ещё апельсин? Чёрт его знает. Я что, пропустил? Если я умру, всё будет предано огласке. Если не хочешь, чтобы это случилось... О чём это ты? Что ты вообще мелешь? Приложи все усилия, чтобы дать нам уйти, и этого человека отпусти. Всё понятно. Вообще очень умно. Хм, ладно. Отдайте им заключённого. Сэр Джеремия, что вы приказали? Отдать им заключённого. Вы серьёзно? Что? Передайте заключённого им. Никому не вмешиваться. Вы вообще чем думаете, заключая такую сделку? Кёркёйл. Это приказ. У меня отсюда непонятно, что там происходит. Но похоже, была достигнута договорённость об освобождении суть за Кукуруруги. Отпустили. Отпустили. Ну привет, родной. Кто ты? Что? Я не ожидал, что они позволят тебе говорить. И если они сбегутся, мы будем опозорены. Пора. Тогда поговорим позже. Вы трусливые 11-е. Лорд Джеремия, за что? Я приказал вам не вмешиваться. Схорю люди, у них должны быть сообщники. Получилось, теперь можем... А теперь он из себя золок лопчит. Клубцы, думали, что сбежите от нашей охраны? Чёртел. Так вы подчинитесь моему приказу или нет? Ещё хоть один акт неповиновения и пойдёте под трибунал. Всё ясно, это всех войск касается. Приложите усилия для того, чтобы они могли уйти. Кто даёт? Я и не думал, что он вправду его спасёт. Да кто же он такой? Фигня, да сколько раз проканает такой блеев. Ну, признай кое-что. Чё? Кто ещё, кроме него, провернул бы это дело? Даже фронт освобождения Японии не смог бы. А, так тебе. В последнем мире я этого точно не могу. Все мы думали, что война против британцев вещь нереальная. Но, может быть, с ним она стала возможной. Похоже, они с тобой грубо обошлись. Теперь ты видел их настоящее лицо, рядовой Куруруки. Британия прогнила. Если хочешь изменить мир, присоединяйся ко мне. Ты... Это правда, что ты убил принца Кловиса? Это война. А на войне полагается убивать вражеского командующего. Отедобитый газ! Обрали гражданских в заложники! Обычный блеф, который я использовал для обмена. В результате всё живы. Ну да. В результате? Ясно. Только результат имеет для тебя значение. Чем ты недоволен? Присоединяйся ко мне. Британия, которой ты служишь, никчёмная страна. Может и так, однако... Однако я могу сделать её достойной нацией. Изменить Британию изнутри. Изменить? Я думаю, что результат не имеет значения, если стресс моего достижения неправильный. Стой, что ты делаешь? Трибунал начинается через час. Ты... Ты что, рехнулся? Весь этот процесс затеяли только чтобы признать тебя виновным. И обвинение, и судья, и защитник. Пусть так, но таков порядок. Ты дурак? Если я не явлюсь, начнутся притеснения одиннадцатых и жалованных британцев. Но ты умрёшь! Мне плевать. Ты идиот! Один мой старый друг всё время говорил, что я идиот. Наверное, то, что я сам в это верю, его вина. Хотел бы я привести тебя с собой, но это, скорее всего, закончится моей смертью, попытайся я. Если уж помирать, то ради всеобщего блага. В любом случае, спасибо. За то, что спас мне жизнь. Смотри, а какой идеалист. Чувак. Вот ведь идиот! Но он правда идиот, я... Да, похоже, мы получили известие о подозреваемом Куруруги. Я думал, что Зеро вызволил его из-под стражи. Но теперь выдвинутые против него обвинения стоят под вопросом. Почему? Возможно, что теперь рядовой Куруруги будет признан невиновным и оправдан. За юридической трактовкой давайте обратимся к нашему комментатору. Бред. Саэко-сан? Бред. А это еще кто? А это еще кто? Господи, ну как обычно. Как обычно туда-сюда, сюда-туда. Как обычно с гигантским темпом. Как обычно. Ой, даже не знаю. Тут столько всего случилось так быстро. Нам столько всего показали. А, я вспомнил, что это за девица в конце. Ну что ж, попробую начать по порядку. Надеюсь, я ничего не пропущу во время, скажем так, брифинга. Ну что ж, серия называется и имя ему Зэро. У меня такой вопрос. У главных злодейских героев вечно должно быть в псевдониме два предлога, чтобы стать крутым супер-антигероем-злодеем. Кира, Зэро. Ну, сейчас ничего другого. Грифит. Ну, ничего больше не приходит в голову пока что. Ну, что могу сказать? Что могу сказать про эту серию? Ну, понятно теперь, в чем дело было. Вот такая маленькая там сценка была, если кто успел заметить, что там Лилуш профессора зомбировал. Оказывается, тот ему делал маскарадный костюмчик. Короче, этот маскарадный костюм явный Бэтмен-Дарт Вейдер. Серьезно. Там была сцена, как он надевает шлем, как он надевает маску. Это прям был повтор кадра, когда Эмми Кену Скайуокеру впервые одевают маску Дарта Вейдера, когда он уже обожегся. Он прямо оттуда было. А это, как он одевает перед Мессией этот костюм, прямо Бэтмен этого. Ну, экранизация шумахера там, где редко играет. Рэл Килмер или, как это, или... Ну, короче, любого об этом надо вспомнить. И вот такая тема, типа, как он надевается, как он все такой крутой становится, ну и вся пигня. Судзаку, как выяснилось, сын премьера. Судзаку, как выяснилось, сын премьера. Да, я просто наделал на него всех собак. Вообще, как? Я вот не понимаю, как сына последнего премьера вражеской страны допустили до принятия британского гражданства? И что им в армию позволили уступить? Вопрос такой. Они что, не проверяют своих или что? Не знаю. Чистокровные. Чистокровные, выяснилось, здесь в армии отдельная каста. Это типа такие гницкие козлы-аристократы, которые яро верят в то, что в армии чисто должны быть все британцы. И японцев, и, как я понимаю, и других национальностей, которые там у них в колониальном подчинении тоже не должны быть в армии. И вот этот, как его, вот лорд Джереми, один из этих больных нацистов. Так, ну, музей. Музей, кстати, мне очень понравился музей. Нам одновременно такие, знаете, такие флешбеком чутка показали фотографии той войны, той чудовищной войны, когда Япония была уничтожена. Как нация. Ну, как нация, ну да, как страна была уничтожена. И там я зафиксировал пару фраз, типа, что мы указали им на свое место. Это что за нацистские высказывания? Это вообще кошмар. Ну, и внезапно, вот, кстати, между прочим, за что мне это аниме нравится. Тут много чего объясняют, объясняют. Это есть такое. Но мне очень понравился резкий кадр японского флага. Я сперва подумал, чуваки, кто это такие. Но потом, вот, визуальный кадр, визуальный эффект с помощью картинки дал мне полное объяснение, кто это такие. Это более подпольные. Это, как их назвали, фронт освобождения Японии. Это вообще очень-очень-очень глубоко законспирированные остатки армии, мне кажется, как я понял. Которые еще, ну, еще как-то боеспособны. Но они не действуют открыто. Как я понимаю, они вербуют более молодых ребят, которые вот являются вот эти мальчишки, девчонки и революционеры, с которыми связался Лелушин. Ну, они, короче, очень не открыто. Они очень, так скажем, закрыто действуют. Но они тоже, как выяснилось, имеют место быть. Я думал, что армии даже уже не существует. Так, ну, также хочется сказать про... Судзаку, вот последний диалог Судзаку с Лелушин, когда он его освободил. Про планы Лелушин я ничего не скажу. План был полностью великолепен. Ну, как великолепен? У него чит и коды есть в этом глазу. Он с этим глазом все что угодно может сделать. Он всю охрану там мог поиметь за одну секунду. Так что неудивительно, что он его освободил. Он мог в тюрьму пробраться, господи. Но вот видите Лелушин, какой он любит театральное. Чтобы прекрасно понимает, что армия, что война, война, которую он затеял, требует публичности, требует пиара. И, между прочим, здесь была задрамотная эта тема. Вот как тот журналист, телеведущий этот, который там, господи, как скушен, ну и все такое. Вот как он понял. Вот это, вот, пожалуйста, истинный журналист совсем помнит, вот лишь бы достать сюжет. Лишь бы у него был сюжет. Тоже был очень сильный момент. И ему предложили стать офицером по работе с информацией. Это отдельная каста, которая добывает, обрабатывает, формулирует информацию, телевизионную, публичную информацию, чтобы потом ее могли воспользоваться военные. Ну и последнее, что мне хочется сказать по поводу этой серии. Диалог Лелуша с Судзакой. Диалог Лелуша с Судзакой. Между прочим, очень такой яркий диалог, который поставил абсолютно все точки над «и». Я прекрасно понял, что они в будущем столкнутся и будут врагами. Ну, такими, знаете, типа «друг-враг», «дружеские враги». Ну, как всегда, очень, между прочим, хороший тон повествования и, так сказать, обработка главных персонажей, так сказать. Почему? Потому что это не только борьба двух личностей. Это борьба двух идеологий, как я здесь понял. Лелуша – это ярый макеавелисик. Ну, макеавели, кто знает, да? Который, ну, если очень кратко, и, если честно, я только так и могу сказать про макеавели, я признаюсь честно, мало что помню, читал очень давно, но основная идея была в том, что любая цель оправдывает средства и, ну, да, любая цель оправдывает средства и, ну, все нужно делать во время войны, чтобы победить. А наш Судзаку не такой, совестливый мальчик, совестливый мальчик, который за справедливость, за закон, за закон, прямо напоминает, господи, это прямо, это то же самое, вот прямо то же самое, как в тетради смерти. Вот как видно, что эти две вещи конкурировали в свое время, вот прямо видно. Это как Кира с Эл, или Луш, это, или Луш с Судзаку. Короче, и хочется еще упомянуть преступление и наказание Достоевского. Вот прямо прослеживается, я серьезно говорю, прямо прослеживается. Это, ну, с одной стороны, Раскольников, который абсолютно готов пойти абсолютно на любую низость, даже на убийство, чтобы принести в мир справедливость и избавить, ну, человечество от грязи. А с другой стороны, Порфирий Петрович, хороший, добрый, сильный следователь, который полностью убежден в том, что человек должен следовать буквы закона, и убийство, даже военная справедливость, и даже самое справедливое убийство, это все равно убийство. И вот две такие философии встречаются, как и в «Тетради смерти», так и в этом аниме. Ну, я немножечко притянул за уши. Основная философия преступления и наказания, ну, немного в другом, да и вообще, откуда мне знать, какая там истинная философия, говорят, что до сих пор не могут полностью ее разобрать. Так что вернемся к обсуждению произведения, ради которого мы все здесь собрались. Смысл в том, что тут борьба не только двух людей, а эти два человека, Лилуши, Судзаку, так сказать, ланцелот и Зера, это две идеологии. Кстати, Судзаку не просто так ланцелотом назвали, кстати, очень такое философское, нужно было бы очень, философское имя, очень. Ланцелот был не просто рыцарь, который служил Артуру при вере и правде, он еще так же и спал с его женой. Так, к слову, интересно, тут каким-то образом это будет символично показано, мне вот это реально интересно. Ну так, ну и смысл в том, что эти два персонажа, это олицетворение двух идеологий, столкнувшиеся друг с другом. Какая бы несправедливость ни была, Судзаку хочет изменить ее по закону. А Лилуши, учитывая вообще всю его жизнь поддакотливую, прекрасно понятно, почему он хочет все это сделать нечестно. Ну, короче, нам предстоит тут борьба очень-очень сильного, скажем так, гения мысли, расчетливого, хладнокровного, пользующегося слабостями и патриотизмом других людей, против человека, который хочет доказать своим врагам, которые его отца убили, между прочим, что он достоин того, чтобы быть наравне с ними. И вот как он думал, между прочим, как он подумал, а? Если я не вернусь, начнется усиленное притеснение соотечественников. В этом каком-то смысле он прав. Но куда уж хуже, вот честно, куда уж хуже, к ним в дома заходят и расстреливают, почем зря. Куда хуже? Серьезно. Ладно, хорошо. Ну, он излишний, он излишний справедлив, он излишний идеалист. Такие долго не живут, особенно в таких условиях. Я за Лилуша больше, серьезно. Лилуш хочет, как бы сказать, Лилуш хочет победить, но победа эта дается очень страшной ценой, он это понимает, и он будет эту цену платить. Что ж это была четвертая серия Кот Гез, оставший Лилуш. Благодарю, что смотрели это вместе со мной, увидимся уже на пятой серии. Удачи!